Всего сто лет назад люди разделяли воду на пресную и соленую. Сегодня в нашем обиходе закрепились такие понятия, как лечебная, дистиллированная, структурированная вода. В чем отличие, разберемся сегодня и узнаем, какой путь проделывает вода, прежде чем попасть к нам в дом. Колючая проволока по периметру и круглосуточная охрана. Тут стерегут не деньги, не золото и не государственную тайну, а воду. Эта очистная водопроводная станция снабжает живительной влагой один из городов-миллионников. Если в систему попадет хоть капли ядовитого вещества, станцию закроют, и без воды останутся сотни тысяч семей и тысячи предприятий. Воду сюда закачивают из реки Иртыш с помощью насосов. Первым делом отправляют ее в смеситель. Не такой, что мы привыкли видеть у себя в ванной или на кухне. В этой емкости размером с бассейн воду смешивают с веществами-очистителями. Смесители устроены в виде лабиринта. В эту систему добавляют хлор, коагулянты и флакулянты. Одни реагенты захватывают частички взвеси, песок, например, и тянут их на дно. Другие поглощают вредные микроорганизмы. Далее воду отправляют в отстойник, где удаляют осевшую грязь. А затем поток направляют вот в такие фильтры. Как только вода пройдет через уголь и песок, ее можно пить. Давайте, налейте мне стаканчик. Держите. Че, чокаться не будем? Давай, сейчас беру ее. Она по вкусу отличается, чем от дома. Полотная. Правда, в воде после такой очистки еще остается небольшая концентрация хлора. Посмотрите на две розовые чаши. В одной речная вода, в другой очищенная. Мелкие вкрапления – это бактериальные очаги типа кишечной палочки. Хлор, добавленный в воду, очистил ее от вредоносных микроорганизмов. Хорошо, что я пила воду из второй пробы. Очистить водопроводную воду от хлора совсем нельзя. Возбудители инфекции могут находиться в городских инженерных коммуникациях. А хлор не дает прицепиться к воде вредным микроорганизмам. От хлора можно избавиться и без помощи фильтра. Можно воду просто отстоять. Можно прокипятить, и вы избавитесь от следов хлора. Отстоять часов пять. Я, например, набираю с вечера в стеклянные трехлитровые банки. Утром уже можно пить из этих банок, можно спокойно пить воду. Закрывай покрепче кран, чтобы не вытек океан. Помните детский стишок? А ведь мало кто знает, что если закрыть кран неплотно, то за сутки может впустую накапать 840 литров воды. Этого объема хватило бы, чтобы наполнить пять чугунных ванн. Все еще боитесь пить воду из речки? Пейте из земли. Только в случае с бутылированной водой, грунт является природным фильтром. Под этой небольшой постройкой расположена артезианская скважина. Артезианская вода – это вода из залегающего глубоко под землей бассейна. Под собственным давлением вода поднимается наружу, насыщенная солями и другими минералами. Чтобы протекать так глубоко под землей, вода преодолевает километры породы. Вот вам и природная фильтрация. Соленая и теплая на улице, где-то с 20. Но все-таки технологи не советуют ее пить. Вода идет из-под земли, все-таки там возможно какое-то наличие плохих микроорганизмов. Артезианскую воду нужно тоже избавить от примесей и тех самых вредных для человека микроорганизмов. Чем на заводе и займутся. После того, как вода в автоцистерне приезжает к нам на завод, она проходит несколько стадий фильтрации. Первая стадия – это обязательное очищение от механических каких-то примесей. И вторая стадия – это самая важная стадия – это обеззараживание воды ультрафиолетовым облучением. То есть здесь убиваются все микроорганизмы, которые могут попасть уже в готовый продукт. Затем воду газируют. Тем временем на завод привезли партию пластиковых бутылок. Правда, пока они больше напоминают мензурки. Пластиковых карликов отправляют в удувную машину, где они вырастут на глазах, заготовку нагревают и накачивают внутрь воздух. Две секунды – и тара готова. Ее отправляют в наливной барабан. Автоматика сама регулирует уровень жидкости. Если вы когда-нибудь встретите бутылки одной партии с разным количеством воды, знайте, либо ее разлили в подпольных условиях, либо аппарат на заводе дал сбой и плохо отрегулирован. В нашем случае, хоть линейкой измеряй, уровень воды одинаковый. В час с этого конвейера сходит 30 тысяч бутылок. Если поставить их друг на друга, высота такой бутылочной башни превысит 10 километров. Это примерно 10 небоскребов Бурдж-Халифа в Арабских Эмиратах. Тем временем с бутылок смывают остатки воды. Если этого не сделать, тара будет липкой. Все из-за содержащихся минералов. Воду, что разлили сегодня, называют лечебно-столовой. Врачи советуют употреблять ее в качестве освежающего напитка или использовать в лечебно-профилактических целях. Есть столовая питьевая вода. Фактически, это вся та, которую мы употребляем ежедневно, в том числе для приготовления еды и горячих напитков. Она не имеет ограничений в употреблении, в отличие от лечебной минеральной воды. Ее лучше употребляют только после консультации с врачом. Как правило, ее назначают курсами и строго по режиму. Тем временем на наши бутылки лечебно-столовой наклеивают этикетки. Сейчас автоматика еще раз проверяет, все ли в порядке с бутылками. Если да, отпускает на фасовку. Кстати, срок хранения такой воды может достигать 12 месяцев. Но стоит, что называется, распечатать бутылку и осушите за три дня, пожалуйста. После вскрытия внутри могут начать размножаться микробы, небезопасные для здоровья человека. Наглядно этот процесс можно увидеть в вазе с цветами. Все дело в том, что на стеблях обитает множество микроорганизмов. Когда срез помещают в воду, в которой живут свои бактерии, микрофлора начинает активно размножаться. Вода становится мутной, появляется неприятный запах. Это неизбежный процесс гниения. Чтобы его замедлить и, как следствие, продлить жизнь цветам, люди используют и аспирин, и сахар, и контрастный душ. А вот специалисты советуют. Самое главное, что вы должны сделать, когда придете домой, подрезать каждый стебель, сразу же поместить в воду. Дело в том, что на стебле цветов буквально за две минуты образуется воздушная пробка, которая препятствует попаданию воды и непосредственно в поры самого цветка. В достойных салонах цветов в подарок дают специальный порошок. Никакой, в принципе, секретной химии. Там глюкоза и антисептик. Также флористы отмечают, что цветы дольше простоят в дождевой или талой воде. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Но, видимо, не в той, что останется от снега, набранного в черте города. Секрет целебных свойств талой воды скрыт в особенностях ее заморозки. Дело в том, что в первую очередь застывает чистая вода, H2O, и только потом вода с примесями. Если наполнить емкость, поместить ее в морозилку, достать через пару часов и слить то, что не замерзло, то получите очищенную воду, практически дистиллированную. Некоторые ученые советуют замораживать любую воду перед употреблением, полагая, что в момент заморозки вода еще и структурируется. И после разморозки молекулы образуют кластеры или группы правильной формы. А структурированную воду лучше усваивает наш организм. Кстати, говорят, что звуки определенной частоты тоже могут влиять на структуру воды. На этом принципе основано вековое тибетское учение – исцеление человека с помощью поющих чаш. Звуковые вибрации воздействуют на молекулы воды в организме пациента. Как следствие, улучшается кровообращение, снимается мышечное напряжение и прекращаются небольшие воспаления. Ученые утверждают, что на зари появления жизни на нашей планете процесс образования органических соединений из неорганических происходил именно в водной среде. Так это или нет, можно только догадываться. Но и по сей день тысячи людей продолжают выходить из воды. Слышали о воде, имеющей свойства твердого тела? Это не ньютоновская жидкость. Крахмал, залитый водой в соотношении один к одному. При внешнем воздействии, шлепке, например, вода вытесняется и получается, что вы бьете твердый крахмал. И если наполнить такой жидкостью бассейн и быстро по нему пробежаться, то человек не утонет. Но если ходить по воде дано не каждому, то отхлебнуть из стаканчика всегда пожалуйста. Пейте на здоровье и не забывайте закрывать кран, чтобы источник жизни зря не растекался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова